Всем привет! Недавно на своем канале показал вот эту замечательную самоделку. Это самодельное реле, которое сделать легко и просто. Но не спешите морщить нос. Это необычное реле. И если в основном сделанное реле из пары шурупов и проволоки срабатывает от напряжения в 12 или 9 вольт, там от батарейки крона, мое реле имеет ряд интересных особенностей. Во-первых, оно работает от 1,5 вольт. Всего лишь от одной пальчиковой батарейки. Во-вторых, как видите, я убрал батарейку и у этого реле нулевой ток удержания. А мы проведем с этим реле еще более крутые и интересные эксперименты, чем то, что я сейчас вам показал. Итак, чтобы оно разомкнулось, конечно же, надо дать напряжение обратной полярности. Давайте щелкнем по батареечке и реле разомкнулось. Если мы хотим его замкнуть, мы меняем полярность и замыкаем это реле. Не правда ли, неплохо? Но этот фокус я уже показывал. А сегодня давайте проведем ряд экспериментов, которые попросили мои подписчики и зрители с этим самодельным реле. И первый эксперимент будет самое настоящее радио. Да, я не оговорился. Сейчас мы буквально у вас на глазах вместе с вами сделаем из этого замечательного реле самый настоящий радиопередатчик по технологии незабвенного Попова. Это будет искровой радиопередатчик даже с антенной. Вот здесь у меня есть отвод медного провода от вот этого шурупа, который является конструктивным элементом реле. И этот провод есть вывод от катушечки. Мы его задерем вот так вот вверх. Это будет антенна. Теперь, чтобы у нас этот передатчик мог работать, надо нам организовать другую группу контактов. Дело в том, что у этого реле контакты нормально разомкнутые. То есть, между вот этим и вот этим шурупом сейчас у нас разрыв. Вот его хорошо видно. Пластинка не замкнута. И когда мы подаем ток на катушечку, эти контакты замыкаются. Все хорошо, но нам нужна обратная ситуация. Мы хотим, чтобы при подаче напряжения контакты не замыкались, а размыкались. То есть, мы сделаем группу нормально разомкнутых контактов. Для этого нам потребуется шуруп. Естественно, предмет, которым можно будет его вкручивать. Ну и, конечно, немножечко медного провода. Дело в том, что жесть, она очень плохо контактирует. В идеале, если покрыть шуруп медью или позолотой, а также покрыть каким-нибудь хорошим металлом вот эту жестяную пластиночку, мы можем просто-напросто добавить вот здесь этот шурупчик. Таким вот образом, вернув его в станину. И подкручивая его до уровня нашей металлической пластинки, которая дрожит, вот так вот получить нормально замкнутую группу контактов. Теперь наша пластиночка касается этого шурупа, и между вот этим и вот этим шурупчиком у нас сопротивление мало. Ну, а здесь, естественно, велико. Но эта группа контактов нас пока что не интересует. Но когда мы подадим на катушечку электромагнитный, электрический импульс, то бишь ток, пластиночка притянется и от шурупчика отойдет. Вот мы получили размыкаемую группу контактов, которая нам и нужна для радиопередатчика. Но в таком виде работает эта штука плохо. Я ее проверил. Ее нам надо немного модернизировать. Модернизация заключается в добавлении на этот шуруп куска медного провода, не обязательно ровного. Наверняка такие крутые самоделки с шурупом и медным проводом вы уже видели. Берем и вот так вот накручиваем медную проволочку. Тем самым получаем вот такие вот медные выводы, которые хорошо контактируют даже с жестью. Скручиваем их и возвращаем шуруп на место. Но теперь уже контактом у нас будет не сам шуруп, а вот эта медная проволочка, которая будет касаться не того участка жести, который рядом с шурупом, а вот этого участка жести, который я аккуратно ножом лишил, так сказать, изоляции. И именно сюда будет контактировать наша медная проволочка. Берем, загибаем ее в любой форме, которая нам нравится. Отламываем лишние куски. Можно воспользоваться щипцами или пинцетом. И создаем размыкаемую группу контактов. Вот так вот они примерно выглядят. То есть теперь при взаимодействии с магнитным полем эти контакты будут размыкаться. Теперь, когда группа размыкающих контактов у нас готова, вот по этому проводу на реле подается питание через вот эту жестяную пластиночку. И можно сделать испытание. Подключить батареечки или одну батареечку и проверить, будет реле срабатывать или нет. Конечно, в кадре не видно, но жужжание слышно. Довольно тихая. Если вы надеялись увидеть много искр, то тут их проглядывать не получится. Это реле теперь работает от пальчиковой батарейки и можно провести испытание. Итак, наша конструкция готова. Вам хорошо видна группа размыкаемых контактов нашего реле. Мы сделали самый настоящий радиопередатчик. И смысл нашего эксперимента в том, чтобы с помощью самостоятельно изготовленного реле всего лишь от вот такой вот маленькой пальчиковой батарейки, у которой напряжение 1-1,5 вольта, запустить в эфир радиоволну. Для начала давайте проверим, как сработают размыкаемые контакты и просто послушаем, как наш радиопередатчик работает от крошечной батарейки. Это жужжание реле как раз и показывает нам, что происходит размыкание этих контактов, а на вот эту вот проволочку, которая служит антенной, поступает высокочастотное напряжение. Конечно же, от искры. Это искровой радиопередатчик типа Попова. А теперь включим радио. И послушаем радиопередачу в эфире. Вот так достаточно легко мы изготовили самую настоящую радиостанцию из реле, которое сделали своими руками.